Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии понедельника. Открываем новую пятидневку, новые торговые возможности. Сразу забегая вперед, традиционно для понедельника хочу анонсировать наш вебинар. Сегодня он состоится в 16.30 по московскому времени, где мы обсудим основные фундаментальные события прошлой недели, а неделька выдалась весьма интересной. Также коснемся основных новостных поводов, макроэкономических опубликаций и отчетов этой пятидневки. В конце, традиционным, заключительным слайдом я поставлю вам конкретные ориентиры и ценовые ожидания по основным валютным активам, которые мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности. Что касается нашего брифинга, давайте также традиционно начнем с российского рынка, с динамики рубля и поведение нефтяного актива, который напрямую влияет на российскую валюту. Что интересного у нас по нефти? Если мы откроем графики дневки, то сможем увидеть, что на текущий момент Brent закрепился ниже 65 долларов за баррель. Если уж быть совсем точным, то актуальные котировки сейчас 64 с небольшим. В целом, нефть пребывает под давлением. Из интересного новостного фона можно обозначить заявления представителей ОПЕК и, прежде всего, Саудовской Аравии в пятницу, о том, что они в самое ближайшее время могут увеличить объемы добычи нефти. В целом, мы также говорили, что на текущий момент ежедневная квота, которая характерна для ОПЕК по нефти, составляет 30 миллионов баррелей. Это, конечно же, официальная цифра. Если говорить конкретно по объемам добычи, сложить всех представителей нефтяного картеля, то мы уже сможем выйти на показатели куда больше, 31 даже с небольшим, 31.200, примерно так. И, согласно последним комментариям Саудовской Аравии, я думаю, что можно говорить в принципе в целом про ОПЕК, вряд ли рынок удивится, если к концу 2015 года объемы добычи в рамках нефтяного картеля достигнут уже 32 миллионов баррелей в сутки. Поэтому, возвращаясь к нашей долгосрочной фундаментальной идее, она никуда не девается с реаниментацией, до тех пор, пока она остается актуальной, это факт избыточного предложения на фоне слабеющей мировой экономики. Этот фундамент мы и будем использовать для определения коррекционных целей по нефти и, прежде всего, Brent, ну и, конечно же, WTI. Наша цель 60, она по-прежнему находится, скажем, на том же уровне, который мы поставили еще несколько месяцев назад. Ждем постепенного планомерного снижения нефтяного актива. И если их фундаментальный фон не изменится, если мировая экономика не найдет оснований для восстановления, не создаст условия для потенциального роста спроса на энергоресурсы, то избыточное приложение в конечном счете сможет привести актив к той цели, которую мы поставили. Что касается российской валюты, тут понятно, раз мы обозначили нефть, раз обозначили коррекционные ожидания для рубля. Это фактор потенциального негатива и давления против основных конкурентов, против евро и американской валюты. Актуальные котировки 55 с небольшим, так мы закрыли прошлую неделю, пока еще рынок не открылся. Но, опять же, если мы говорим про определяющие факторы динамики нефти, то есть динамики рубля, здесь все без изменений. Также нефть, действия центрального банка, механизм интервентного вмешательства в валютный курс, поддержка для пополнения запасов золотовалютных резервов, геополитическая напряженность на Украине. И еще мы ожидаем процентную ставку. Это самое главное событие для российского рынка сегодня. Думаю, что после обеда увидим фактическое решение, соответственно, кабинета монетарных руководителей центрального банка, 12,5% актуальная ставка. Если коснуться тех ожиданий, которые присутствуют на рынке, то на фоне отсутствия серьезного давления на индекс потребительских цен, я думаю, что у центрального банка есть все основания для того, чтобы постепенно, планомерно продолжить тенденцию снижения процентной ставки, поскольку сейчас очень важно создавать на рынке условия потенциального кредитования, роста, скажем, рынка кредитования и, скажем, тех самых стимулов, которые в будущем будут обеспечивать темпы экономического роста. Нужно поддерживать рынки, нужно резать ставку рефинансирования, потому что планомерно, если ставка рефинансирования продолжит снижаться, к такой же тенденции присоединятся и коммерческие банки, также продолжат улучшать условия кредитования на внутреннем рынке, и в конечном счете можно будет добиться тех целей, которые я обозначил. Поскольку индекс потребительских цен перестал расти теми темпами, которые были характерны даже для первого квартала 2015 года, недельный показатель вообще нулевой прирост, можно констатировать, что мы, скорее всего, увидим еще одно снижение процентной ставки. Вряд ли, конечно же, это будет сокращение на 1,5-2% пункта, но на 1 вполне возможно. Поэтому ждем снижения ставки с 12,5% до 11,5%, но поскольку это еще и действие, направленное на стимулирование экономики через мягкую экономическую меру, можно предположить, что это будет еще один негативный фактор для российской валюты. 55 уровень держится, будем ставить цели, точнее придерживаться прежних целей по паре доллар-рубль, которые обозначены в районе 58-59. Что касается европейской валюты, если мы посмотрим на открытие сегодняшней торговой сессии недели, там легкий гэп, закрытие пятницы 1,12 примерно 50, открытие на 40 пунктов меньше, 1,12-10. Общий фундаментальный фон, здесь он по-прежнему связан с греческим вопросом, неопределенности, соответственно, выступает негативным фактором как для европейских фондов и рынков, так и для европейской валюты. Чем, скажем, интересным запомнилось прошлой недели, чем мы ее закрыли по новостному фону, характерному для Греции. Мы знаем то, что проходил очередной этап переговоров между греческим правительством, международным валютным фондом, европейской комиссией, его очередной раз, к сожалению, не удалось достигнуть общего знаменателя, напротив, ситуация еще больше усугубилась, поскольку греки все-таки предложили пакет, скажем, возможно, пакет для возможного нахождения компромиссного решения, пакет решений. Но, к сожалению, мы знаем то, что Международный валютный фонд забраковал эти инициативы, поскольку они не являются основополагающими для нахождения компромисса. МВФ, Еврокомиссия по-прежнему требуют реформирования пенсионной системы, налогов, законодательства, на это Греция пойти не может. И в пятницу, точнее даже в четверг вечером, Кристина Лагарта, руководитель МВФ, сообщила о том, что покидает Брюссель, поскольку между сторонами по-прежнему есть серьезные разногласия. Основания для компромисса пока, к сожалению, нет. Для нас это еще один риск того, что можно полномерно начинать готовиться к самому негативному сценарию, который мы обозначили давно, это технический дефолт и потенциальный выход из состава валютного блока. Ситуация неопределенная. Мы знаем то, что в пятницу еще, точнее даже в четверг, СНП снизила суверенный рейтинг Греции и аргументировала это решение тем, что так же, как и в принципе участники рынка, ожидают технического дефолта. Отмечают, что банковский сектор уже испытывает серьезные проблемы. Возможно, уже в ближайшие две недели банковский сектор не сможет исполнять свои обязательства по залоговому обеспечению. И это может стать ковровой дорожкой для ввода элементов валютного контроля, контроля за движением капиталов и, возможно, также двухвалютной системы. Помимо евро будут еще и драхмы. Очень много неопределенностей, тем более, что впервые в пятницу за все это время европейские чиновники официально обсуждали план Б по Греции, как раз допуская возможность технического дефолта. И с таким фундаментальным фоном, с таким новостным арсеналом мы уже перешли в новую неделю. Сейчас сакральная дата это 18 июня, то есть это четверг, когда греки должны представить новый пакет реформ. Но поскольку его нет до сих пор, поскольку, в принципе, последние соглашения договоренности ни к чему не привели, значит, можно говорить о том, что таким подвешенным вопрос останется до конца этой недели. В то же время дней для исполнения долгового обязательства, времени для исполнения долгового обязательства остается все меньше и меньше. И Греция до конца этого месяца должна погасить перед Международным валютным фондом 1,6 миллиарда евро. Поэтому сейчас на фоне отсутствия позитивных новостей, евро у нас находится под фундаментальным давлением. Открытие сегодняшней торговой сессии явно подтверждает этот факт. И если ситуация в целом не изменится, значит, будем также продолжать делать ставку на коррекционное движение против доллара и возможное возвращение в район 1,10. Теперь, что касается пары доллар-японская иена, в последние две недели американец получил достаточно макроэкономической поддержки. Буквально, если мы коснемся основных статистических релизов, это для доллара была победа. Non-farm barrels хорошие, до этого ADP также были относительно неплохими. На прошлой неделе роничные продажи тоже лучших ожиданий. И что касается двух важных макроэкономических релизов заключительной торговой сессии прошлой недели, это индекс цен производителей, который является составляющей частью индекса потребительских цен. Он вырос на 0,5% в месячном эквиваленте. И в целом в мае в США цены на бензин подскочили на 17%. Что касается продуктов питания, то цены выросли на 0,8%. Я думаю, что так планомерно закладывается базис, который, в принципе, позволит ведущей экономике мира выйти на целевые показатели диапазона уровня инфляционного давления, находящегося в районе 2%. И еще один отчет – это уже потребительские настроения от Мичиганского университета. По факту мы увидели 94,6% против прогноза 91,5%. Еще чуть-чуть и будем, скажем, тестировать уровень 100%. Что касается фактического отчета 94,6%, я даже не припомню, когда в последний раз Мичиганский индекс находился на таком высоком уровне. Поэтому с учетом такой поддержки со стороны национальной статистики, можно снова вернуться к теме готовности американских монетарных властей к повышению процентной ставки. На этой неделе нас ожидает заседание ФРС. Больше года рынок склонялся к идее того, что именно июньское заседание 2015 года окажется судьбоносным с точки зрения ужесточения монетарной политики сейчас. Если мы посмотрим на консенсус прогноза, то трейдеры, инвесторы, участники рынка откладывают возможность повышения ставки на осень 2015 года, на сентябрь. Но в любом случае, хочу также снова повториться, это заседание будет весьма интересным, весьма живым. Я думаю, что мы увидим бешеную волатильность. Это произойдет уже в эту среду. Поэтому ждем фактически решения ФРС, ждем пресс-конференции, после этого комментариев со стороны монетарного руководства. Ну и, конечно же, если мы не увидим, не услышим у решения ужесточения монетарной политики, какие-то намеки относительно того, когда же все это должно произойти, обязательно будут. Но уже сейчас можно готовиться к полномерному росту американской валюты. Актуальные котировки по паре доллар-японская иена примерно в районе 123.37. То есть в районе 123.50. Можно поставить в качестве, скажем, инвестиционной идеи отложенник в районе 124. И в случае, если он будет пробит, особенно на фоне такого интересного махроэкономического содержания, сможем двинуться в район 125. И еще пару слов хотел сказать про британскую валюту. Вчера, точнее в пятницу, среди рисковых инструментов британец показал себя лучше всего. Смог оформить даже легкую такую бычью свечку. Но есть, скажем, серьезный макроэкономический фон, фундаментальный фон, связанный с решением рейтингового агентства S&P пересмотреть суверенный рейтинг Британии с стабильного на негативный. Они связывают это с тем, что в последнее время идут активные разговоры и обсуждения касательно выхода уже Британии из состава еврозоны. И если это произойдет, то логичным следствием может оказаться серьезный дефицит внешней торговли. Поэтому в целом эти негативные факторы уже закладываются для реализации негативного сценария, наверное, для валютного блока. Но сейчас в целом мы больше, конечно же, следим за европейской валютой касательно потенциального распада валютного блока. Но Британия также находится рядом, и это интересный фундаментальный фон, интересное событие, которое стоит позиционировать с точки зрения возможности хорошей сделки. Учитывая то, что S&P допускает эти риски, это серьезный фон, поэтому я считаю, что мы сможем увидеть отложенный негатив в динамике британской валюты против американского доллара. И в качестве ближайшей цели можно поставить возвращение пары фунт-доллар ниже уровня 1,55. Думаю, что если, скажем, доллар получит соответствующую поддержку по итогам торговой сессии среды, хотя он может уже подрасти даже на ожиданиях, рисковым активам придется потесниться и сдать не один десяток пунктов своему основному валютному оппоненту. Ясно? Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание, ждем вопросов на нашем официальном канале Амаркетс, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.